Жительница Казани Анна Ахмедшина уже имела льготу на оплату услуг ЖКХ как многодетная мама. Сейчас женщина решила обратиться в соцзащиту и оформить еще одну положенную субсидию уже по малой обеспеченности. Рассмотрение заявления займет всего несколько дней. В течение 10 рабочих дней уведомление придет на электронную почту. Для приема заявления с собой нужно взять только паспорт. Как говорит Анна, процедура прошла быстро и просто. Пришла, взяла талончик, буквально 5 минут, специалист принял очень быстро. Получить субсидию можно не выходя из дома, воспользовавшись порталом госустуг Татарстана. Там необходимо только подать заявление. Остальные документы получат с помощью системы межведомственного взаимодействия. Субсидии по малой обеспеченности положены, если расходы на оплату ЖКХ превышают пятую часть общего семейного дохода. Автоматически компенсацию предоставляют тем, кто уже получает льготы. Это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, инвалиды. Сети-льготники, федеральные или республиканские, которые уже получают льготы, в январе получат ее в повышенном размере. Потому что рост тарифов у нас произошел за декабря месяца. И это уже вошло в расчет формули при расчете размера субсидий на январь месяц. Правительстве страны перенос повышения тарифов с июля на декабрь объяснили ремонтом изношенной коммунальной инфраструктуры. На эти средства сформируют инвест-программы. Как говорят татарстанцы, к изменениям в счет фактурах они отнеслись с пониманием. Ну если на ремонт, то готов платить, да. Это все верно. Это должно подтянуть именно на то, что планирует наше хозяйственное управление. Я это понимаю. Ну на ремонт-то нормально, но если сильно направлено, если это прозрачная схема какая-то, пожалуйста, но я не против. Я думаю, что деньги все равно пойдут на развитие нашего города, который на глазах просто становится краше, краше и краше. С учетом специфики инфраструктуры городов и районов размер тарифов разный. В среднем в Татарстане это 9%. Рустам Мениханов поручил профильным ведомствам контролировать правильность начислений и разъяснять гражданам все нюансы изменений и компенсаций. Так в набережных Челнах прошел специальный брифинг. Нормативный срок службы тепловой сети 20 лет, то есть в год мы должны ремонтировать 5%. Если у нас будет недостаточно денег, значит мы будем ремонтировать 2%, а 3% будут, значит, уже служить нам дальше, но как бы превышая свой нормативный срок службы. Это, соответственно, вызывает аварии и ненужные отключения. Отметим, из-за дополнительного повышения в декабре в следующем году ежегодной июльской индексации не будет. Ближайшее произойдет только через полтора года, летом 2024. Дмитрий Айригин, Рамзельгарипов, Гульнар Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Татарстан.